Запорожье принимает беженцев. Сегодня еще полсотни жителей Славянска и Краматорска прибыли в наш город. За последнюю неделю в Запорожье разместились около 200 человек, бежавших из эпицентра АТО. Всем им нужна помощь. Подробнее в нашем сюжете. Этим людям нужна помощь. Виктор вместе с семьей последнюю ночь перед отъездом ночевали в коридоре собственной квартиры. Боялись случайных выстрелов по окнам. Но самое страшное, отмечает он, что уже стали привыкать к звукам выстрелов на улице. Мы не собирались оттуда уезжать. Поначалу была просто стрельба, уже начали свыкаться с этой мыслью. Стреляют и стреляют, где-то по окраинам стреляют, воюют. Жили своей жизнью, начали к этому привыкать. И уже до последнего момента никто не собирался. Мы не собирались уезжать, собирать вещи куда-то, когда уже уезжали оттуда родственники, знакомые. То есть мы не собирались уезжать. Ну как-то думали, ну нас это не коснется, нас это не коснется. Ну по концовке коснулось. Когда боевые действия добрались до собственного двора, вопрос о переезде даже не обсуждался. Уезжать из дома не хотелось, не хотелось бросать дом на житое, неизвестно куда ехать. Куда-то конкретно, в какое-то место не было куда уехать. Но уже когда мы последнюю ночь перед отъездом переночевали, у меня ребенок плакал, она ночью просила, мама, давай уедем, уже все равно куда уехать. Но и выехать из центра антитеррористической операции было не так просто. На блокпостах, досмотр багажа, проверка документов. Правда, женщины и детей пропускали свободно, говорит Виктор. А мужчин нет. Ну другое дело, когда едут мужчины, одни мужчины в машине, тогда к ним особое внимание. И с Краматорской социальнской пропиской могут быть проблемы, могут просто не выпустить. Якобы призывая защищать новоизбранную Донецкую республику. В Запорожье беженцев приняли в пансионатах на Хортице и Великом Лугу. Людям нужно многое – бытовая химия, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое. Общественные организации и движения, а также церковь, вот уже неделю активно собирают все необходимое, доставляют нуждающимся. Однако количество приезжающих растет, отмечают координаторы, и сил и средств общественников и волонтеров не хватает. Мы обращаемся ко всем гражданам, если можно так сказать, принять эстафету. В частности, я обращаюсь к представителям власти в городе, потому что нам необходима ваша помощь, и она необходима кровь из носу. Как только наши гости приехали в Запорожье, мы сразу же обратились в департамент соцзащиты. Все, что им предложили – это зарегистрировать их, как людей, покинувших свои дома. Никакой ни работы, ни жилья людям не предлагают. На сегодняшний момент работу, которую должно делать государство, делают обычные люди, делают церковь, предоставляя людям жилье, находя для людей питание и все необходимое для их нормальной жизни. Пока нет единого штаба при администрации и нет горячей линии. Все, что есть – это группы в соцсетях под названием «Беженцы в Запорожье», где все желающие помочь могут это сделать. Продолжение следует...